сегодня друзья у нас знаменательное событие всем привет с вами дмитрий канал деревню вот такая коробочка черный ящик прибыл к нам в гости куры кажется подозревают кажется они догадываются что там в общем скажу так нам отдали петуха петух в принципе неплохой красивый просто в том хозяйстве где он жил он как бы был конкурентом другому петуху в общем они там не лазили от этого страдали все и нам решили его просто отдать отдали как бы на мясо мы решили сохранить ему жизнь и отправить его в курятник в наш небольшая ремарочка некоторые наши подписчики зрители которые не имеют видимо отношения к деревенской жизни считают что без петуха куры яйца нести не будут то есть нас ну судя по вопросам которые нам пишут комментариях люди спрашивают а где петух и как куры будут нести яйца без петуха скажу так что куры прекрасно несут яйца без петуха просто без петуха яйцо называется диетическое а с петухом она называется инкубационная нам от петуха в общем-то никакой пользы кроме драных спин и съеденного комбикорма он нам ничего не принесет мы инкубационное яйцо от этих кур получать не собираемся поэтому петух в нашем хозяйстве будет просто так для красоты ну что будем запускать наверное его куры уже заждались пойдем ну что девки проверим яйца кстати да можем сначала проверить яйца вот чтобы удостовериться несут ли куры яйца без петуха как у поставить чтобы не рухнул ну так поставлю смотрите вот курочка сидит в среднем здесь кто-то тоже сидел все примята но пусто а вот в крайнем у нас уже что там три яичка 3 яичка эту курочку мы не будем беспокоить пусть она сидит кто-то что-то примял но пока ничего не а там нету ничего я чувствую что это визуально видно пусто эту мы не будем беспокоить курочку на те три яйца чуть позже мы заберем ну что девки так закроем дверь на всех случаях мало ли что смотрите кто к вам приехал красавец мужчина барабанная дробь давай петя рождение петуха так непорядочек что это у вас тут за непорядок сейчас быстро наведем что это вообще что это заявление куры в шоке просто замолчали все перестали плакать такой басок у него петуху тоже надо освоиться посмотреть что у них тут дают что у них на обед на ужин нормально с дороги надо подкрепиться маленько все правильно куры начинают его разглядывать да ну что какой интересный ну такой крупненький то есть но явно в пару раз крупнее перышки мы причесывать пошли куры уже ку 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 вот такой петер поселится у нас еще мы петухов называем у нас такой есть неологизм ку 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 ру к то потому что у нас был петух который говорил так ку куру ку 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 ру и мы его назвали ку 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 ректор по этому сейчас все петухи автоматом называется кукурукторами. Так, что-то там курочка у нас засвелилась, приподнялась и не показывает. Ну, что там у тебя? Просто сидела грела, что ли? Просто, видать, пригревала, пока ничего нету. Петушок подает голос тут. Сейчас будет строить девок. Они ему хвост начинают трепать сразу, причесывать. Они не боятся уже, да? Не боятся уже, да. Сейчас будет устраивать иерархические отношения. Да, иерархическую лестницу. Пёрышки что-то не дают покоям. Хвост. Петин хвост. Кто-то бороду ему треплет, кто-то хвост. Петя забрался в такую позицию не очень удобную. Вот он решил подкрепиться все-таки. Наголодался. В общем, посмотрим, как пройдет адаптация у нас. Как его куры примут, не примут. Если будет ему худо здесь, не примут. Ну, что, придется пустить по назначению, как его нам отдали. Ну, хотелось бы, чтобы приняли все-таки. Дайте пожрать мужику. Все его что-то клюют, то бороду, то хвост вот реплет. С дороги наголодался парень. Больно хвост красивый. Зеленый, блестящий. Вдруг травка думает. Щиплет. Говорит, смотрю, нормально вас тут кормят. Мне хватит. Питание устраивает. Ну что, Петя, не многовато? Нормально? 16 штучек. В том хозяйстве, где он жил, там было примерно десяток кур. Пошло выстраивание иерархии. Старшая курица. Старшая курица решила наехать на Петю. Петя решил разогнать тут всех. Петя, в общем, тут сейчас быстро наведет порядки. Наверное. Ну да, есть надежда. Вот так вот. Сразу. Одной курице удалось выщипать перышко из хвоста. Вот они его сейчас тут изучают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Курочка все никак не устроится Петя показывает, кто в доме хозяин Так быстро всех на место Сголодался парень Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот урожай на сегодняшнее утро Вчера, кстати, мы пять извлекли А еще у нас тут есть индюшок по кличке Череп Почему череп? Сейчас объясню Иди сюда, красавчик, иди сюда Ты же у меня ручная птица практически Ну, иди на ручки Череп, потому что ему Собрать его Расклевали голову Вот как, видите ли Фактически до черепа Что мы делаем? Мы мажем ему левомиколем То есть это мазь смягчающая и с антибиотиком И у него как бы состояние улучшается Он был вообще плохой Просто вот так вот лежал, спал Видимо, у него была температура, когда мы расклевали Даже какие-то гнойные выделения шли Глаз вот так вот полностью заплыл Не открывался После нескольких процедур с левомиколем У него этот глаз прекрасно открылся То есть вот он сейчас смотрит полностью И вот эта штука, несмотря на свои устрашающие формы Да, на свой устрашающий вид Она у него может стянуться, зажить Что потом даже и не увидишь Никогда не узнаешь Что у него здесь что-то было Аж пол головы выедено Вот так выклевано Вот такая вот регенерация Такая способность к регенерации У нас был опыт, когда соседская собака Забралась еще на старом месте жительства И порвала, подушила несколько кур И был петух, у которого вся спина была драная То есть живого места не было Тоже до кости До кости, да, до мышц Но петух зажил Потом уже спустя сколько-то, год-два Мы его когда забивали Следов вообще никаких не было Ни шрамов, ничего Просто ровная кожура Вот Этот тоже товарищ заживет Сейчас он у нас как бы на реабилитации Мы его пускаем через сеточку От собратьев То есть он гуляет рядом с ними Они его видят Чтобы потом безболезненно Слить его в общее стадо Весь сарказм ситуации заключается в том Что если в городе питомец Это одно То в деревне питомец Приобретает совершенно другой смысл В городе, скажем так, заболел Там кошечка, собачка, попугайчик Его лечат там Выхаживают И он там продолжает дальше жить Как член семьи Здесь же все не так То есть мы его вылечим Поставим на ноги Отрастим и откормим И в оконцовке все равно съедим Финал у всех один и тот же То есть я тебя кормил А теперь твоя очередь Так что кто собирается Перебираться на землю В деревню Сразу имейте в виду для себя Что питомец здесь Это не питомец А просто еда Есть, конечно, питомцы Это кошки, собаки Которые просто живут с нами А есть та живность Которую мы выращиваем Конкретно на еду Индюки Не исключение Вот Недовыпущенные два красавца Череп и его друг Выходят на прогулку То есть их собратья уже гуляют Они закрыты В замкнутом контуре За сеткой А эти будут гулять Вольным выпасом Сейчас они все равно К ним примагнитятся Так как у них Стадный инстинкт силен Им тяжело преодолеть Тут подготовка идет Фундамента к утеплению У них Все новое вызывает Такую легкую панику То есть им Нужно время Чтобы решиться На первый шаг Ну все Один шаг сделал Второй уже за ним идет То есть вот Вчера я покосил Здесь хорошенько Но есть еще остатки Одуванчиков Которые они с удовольствием Поглощают Собака Алабака Она в летнее время Находится у нас На цепном содержании Потому что здесь есть Грядки Здесь шастают Соседские кошки Она бегает Безобразничает В общем Ничего хорошего Из ее вольного выгула Не получается Держать ее в вольере Ну тоже так себе тема Цепь в принципе Дает ей даже больше шансов Перемещаться в пространстве Поэтому Летом она у нас На цепочке Зимой Когда все огороды Все убраны Живности нету Мы ее отпускаем На вольный выпас Она у нас гуляет Фактически полгода Вообще без привязи По всему участку На днях она За пять лет Истерла свой старый вертлюг То есть мне пришлось Прикупить новый Сделать Это устройство От которого Которое препятствует Скручиванию цепи То есть собака Туда-сюда бегает Спокойно Да, бегаешь Бегаешь, мой мишка Вот А вертлюг Не дает цепи Скручиваться В такую колбасу Которую потом Надо будет раскручивать Постоянно Вот Пришлось ей поменять Настолько она его истерла У нее уже цепь Звенья такие Все стершиеся Это уже вторая цепь За ее жизнь За 11 лет ее жизни В мае Я исполнился 11 Вторая цепочка То есть она уже так Тоже наладан дышит Не знаю Хватит До конца Чаренных дней Этой цепи или нет Ну в общем Износ есть А так она Блаженствует Здесь в теньке Отдыхает Шерстка у нее Прохладная Накорленная Сытая Напоенная Все хорошо Индюки ее Совершенно не интересуют Пока Ходят тут Если конечно В ее миске Нет еды На этот момент Тогда у нее Подозрение Что индюки Собирается Съесть Ее завтрак Или обед Она может Ворчать так На них Порыкивать А в целом Так Хорошая у нее Пенсия Тем временем Наши Вновь выпущенные Товарищи Добрались До своих друзей И вот сейчас Они так вот Через сеточку Будут контактировать Никто Никого Обижать не будет Но Вот у этих Которые здесь Гуляют за сеткой Более вольготные условия То есть им фактически Весь участок Предоставлен Под пастбище И они тут Конечно имеют Больше возможности Чего-то съесть У тех уже Травка изрядно Подвыщипана Придется их Через какое-то время Вольер этот Переносить Благо что он Весь на арматурках На столбиках Легко переносится И потом мы Будем гонять В новое место Они конечно Привыкли уже Сюда ходить Будет потом Какой-то Период обучения Переучивать Приходится На другое направление Но тем не менее В принципе птичка Дрессируемая И все у нас получится Ну что Теперь пойдемте Пробежимся Наверное по нашему огороду Меня спрашивали подписчики Сейчас покажем Расскажем Здравствуйте все Еще не здоровалась Здесь у меня Посеяны горошки Горох растет Слава богу Жара ему Вот даже лежит Снаружи Семечка Смотрите Пытается расти Надо ее срочно Куда-нибудь прикопать В расщелину В расщелину Да Вот так вот Вот Все это значит Благополучно вырастает Правда я замучилась Поливать Ну как Не то чтобы замучилась На самом деле Бочки расставлены Вода в них нагревается Периодически раз в два дня Дмитрий Николаевич Мне заполняет Эти бочки И я в общем-то Ношу И мы вместе все поливаем Да Сзади Вот здесь Вот Дмитрий Николаевич Находятся Огурцы Вот хочу сказать Что были Был довольно Длительный период Жары И по всей видимости По всей видимости За это время Не усваиваются Микроэлементы Не усваивались Микроэлементы Определенные Вот в данном случае Явно Калийное голодание Вот эти желтые пятнышки Надо бы сейчас Пробежаться Просыпать золой Везде в грядке Хочу сказать Что калийное голодание Замечено даже На сорняках Вот если посмотреть Вот посмотрите Видите Желтые пятна Они везде То есть Это беда Вообще Всей растительности А сейчас Пойдемте На ту нашу На ту часть Нашего огорода Ну что я могу Рассказать У нас Все растет Вот такой Красивенный Получился Лук Это Он более поздний Менее Высокий Вот этот Вот по сравнению С этим луком Ну очень красивый Точно такой же Я прям так рада Я думаю Что он у меня Размножится И я его потом Посажу Вообще Длинный грядой Очень красивый До клубники У меня даже Еще и руки Не дошли Она вот растет С саморосом Самодичка такая Но будем надеяться Что ягодки Все равно Какие-то будут Чеснок тоже Вот видите От недостатка Полива Начал желтеть Но в принципе Надо будет уже Его Обгребать Прорыхлить землю И немножко Раскопать Сами клубники Значит Что у меня Вот здесь Вот у меня Была выкопана Как видите Недостаточно Тщательно Выкопана Была лимонная Мята Она очень Имеет Приятный Аромат Мы ее Отсадили Подальше Но надо будет Продолжить Выкопку Этих Растений Потому что Они иначе Забьют Весь огород В дальнейшем Вот здесь У нас Цвели Нарциссики Надо будет Тоже Выкапывать Чуть позже Луковки И сохранять До будущего Года Вот здесь Три Замечательные Грядочки С луком Сын мне Помогает С прополкой Только немного Осталось В серединке В серединке У меня посеяна Морковка Поэтому Эту тему Я взяла На себя И из серединки Выпалываю Я уже Своими пальчиками Пинцетиками Что называется Сама Потому что Илья говорит Мама Я у тебя Выдеру всю морковку Давай я у тебя По бокам прополю И так и сделал То есть Снаружи у меня Грядка красивая А внутри Зона моей ответственности Пока Оставляет Желать лучшего Но Вот те грядочки Я уже начала Там немного Осталось И как бы Здесь я тоже Это сделаю Здесь у нас был Щавель Мы его Вот буквально На днях Срезали весь В надежде Что он Еще отрастет Так подсказала Мне соседка Здесь у меня Был посеян Укропчик Вот он какой-то Жидкий чахлый Растет Ну я думаю Вырастет Потому что Тут были Три дня Дожди И даже Грозы Пролило землю Хорошо Глубоко Я буду надеяться Что он у меня вырастет Продолжим полив Хотя вот вроде как По прогнозу Обещают сейчас Прям целый Месяц жары Не знаю Как справимся Будем надеяться Здесь вот посеян Салатик Качанный С красными Видите Какими красивыми Листиками Ну Растет Пророс А вот здесь Вот я сеяла Айсберг Почему-то он не вышел Вообще не вышел Поэтому я ее Снова прополола Эту грядочку Выровняла И буду Подсеивать заново Да С айсбергом У нас все время Какие-то проблемы Может у кого Какие-то идеи есть Может ему Какие-то особые условия Нужны Может быть Напишите пожалуйста Если вы знаете А может быть Просто семена Были старые Потому что В принципе На одной грядке Высеивался Одновременно И почему так Произошло Не знаю Базилик тоже Не вышел Видимо Жара не дала Сейчас я его Засеяла снова Буду высаживать Рассадным способом Вот здесь у меня Растут кабачки Вот Написано Желтоплодный Листики Пожалели Ой пожелтели Но я тоже думаю Что это вот Надо будет пройтись С золой И Все это дело Просыпать Удобрить Здесь у меня Уже какие-то Другие кабачки Были Вот подписаны Все У всех фамилии Есть Это Цукини Зебра Это Грибовские кабачки Вот туда до конца А здесь у меня Растут тыковки Два сорта Посмотрим Что вырастет Будем надеяться На хороший результат Так А здесь Если вы помните У меня были Чахлые И практически Погибающие Засыхающие Помидорки Посмотрите Как они Реабилитировались Я их Подпоила Этим Калиевой Селитрой Они сразу же Дали вширь Хотя вот у них Еще пока Есть следы Но через пару недель Через 10 дней Надо будет повторить Подкормку Или просто Золы насыпать Вообще Они прям Вот все Поднялись Все очень Хорошо Восстановились Я считаю Вот эти Были вообще Прямо Вот такие Кусики И семечек Вот они Прямо Взялись Хорошо Растут Прямо Я сама Удивилась Даже сейчас Пришла Надо будет Все полить Помните Я рассказывала Про стебелечек Который стоял Вообще Непонятно Ни жив Ни мертв Вот он Тоже пошел Развиваться Слава Богу Вот они Мои магазинные Салаты Которые мы Постоянно Общипываем И постоянно У нас Есть Зелень К столу Очень я Довольна Перчики Кто-то ест Прямо Прямо Вот ест Приходишь Утром А у него В очередной раз Отъеденный Вот этот Еще красивый А вот у этого Смотрите Взяли И обкусали Листья И что делать Я не знаю Я смотрю на них Никаких Ни гусениц Ничего нет То есть Делает это Кто-то по ночам Какой-то вражина Нашли перцеед Да Листоед Перцеед Тоже надо будет Прибежать Прополоть Но так в целом У меня тут Более-менее Вот В проходах Только А это К нам приезжал Твой тезка И угостил Нас Двумя Или тремя Кустиками Вот этих Перцев И помидорок Мы поменялись Там На какие-то Другие И вот Этот был уже Прям цветущий И даже Он видите Дал плодик Так что Вот Живем И развиваемся У меня была посеяна Еще весной Пекинская капуста Она прекрасно Зашла Теперь я думаю Что надо будет Ее Проредить И вот в ту грядочку Где у меня не вырос Базилик Я наверное Рассажу ее Ну Как Если рассматривать ее Как рассаду То в принципе Вполне Можно ее проредить И пересадить На другое место Вот сюда Было дело Мы высаживали Лимонную мяту Вот она взялась Прекрасно тут Прижилась Вот такие Красивые листья Надо будет Подрезать ее Насушить На зиму Чтобы можно было Пить ароматный Чаек Но в принципе Она я думаю Отрастать будет Еще и дальше В течение лета Что касается Яблонь Та самая Развитая яблонька Которая у нас Самая первая Дала очень большие Корни Которая вот Прямо вот Росла Росла Что-то она Как-то вот болеет И не хочет Видимо она Может быть Мы ее отсюда Уберем Она конечно Живая Как видите Ну что-то Вот она как-то Листики у нее Такие больны Не очень Кора начала Отрескаться Прямо вот здесь А вот Те которые были Менее развитые Посмотрите Как они прекрасно Прижились Надо будет Только пробежаться Вот тут всякие Какие-то жучки Вот этот жучок Странный Со странными крылышками Со вчерашнего дня Здесь живет Возможно Дима Когда косил Повредил ему Крылья Потому что Он вот летать не может Вот он тут ползает Такой Я его еще Вчера наблюдала И вообще Эту яблоню Облюбовали Всякие насекомые Я вчера сюда Пришла посмотреть Она ну вся В каких-то насекомых Видимо все Поднялись Из травы Которую скосили Сейчас Тоже Вот видите Пятнышки Надо будет Ее тоже Удобрить Прорыхлить Внизу Вот тоже Жучок какой-то Черный Не знаю Кто такой В общем И вот вторая Яблонька Из этой же серии Тоже посмотрите Какая красавица Стала Прямо растет Дает новые Веточки И все-то В нее хорошо А значит И у нас Будет хорошо Будем надеяться На это Субтитры 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 Субтитры